Сегодня я хочу поговорить о такой теме, как нарцисс стравливает окружение и как нарцисс чужими руками строит свою империю во главе с собой. Как известно, нарциссическое расстройство личности – это человек, который считает себя богом. Он богоподобен. А что делает бога богом его окружение? Что делает короля королем его свита? Поэтому ему нужно окружение, которое бы признавало его превосходство во всем. Вот эта дама приехала в Букингенский дворец. Это Меган Маркл, жена принца Гарри. Кто не знает, многие не знают, не интересуются такими темами. Я изучаю британскую королевскую семью, там уже в три поколения. Она приехала, у нее нарциссическое расстройство личности и обнаружила, что она, собственно, не королева в Букингенском дворце, что там уже есть королева. И она решила развязать войну против семьи мужа, против Букингенского дворца. Очень такой токсичный. Но просто сегодня хочу поздравить, сегодня 9 мая, сегодня хочу поздравить всех с наступившим праздником, всех, кто меня поздравил, нас поздравил всех с этим праздником. И мне сегодня понравились слова нашего президента Владимира Путина, что нацизм — это всеобщее зло, это универсальное зло. Так же, как и нарциссизм, так же, как и религиозный экстремизм. Превосходство одной нации над другой, так же, как и превосходство одного человека над другим, нездоровое превосходство — это преступный режим. К сожалению, пока во многих странах этот преступный режим существует, так же, как и религиозный экстремизм. Я хочу напомнить, что мы недавно, российская армия ЧВК Вагнер победила такое зло, как Исламское государство, которое разрушило Пальмиру. Это тоже было вселенское зло, своеобразный, да, вот религиозный экстремизм. Но сейчас этого религиозного экстремизма хватает. Так вот, я хочу сегодня поговорить, как нарцисс строит вот эту свою империю имени себя. Как известно, Сэм Вагнин сказал, что нарцисс — это культ, это религиозный культ, так же, как вот эти всякие там религиозные экстремистские организации. Это культ, основанный на мифах, на мифах о своем превосходстве. Да, вот как вот это Исламское государство, как вот этот Талибан, как другие экстремистские организации. Так же, как и вот некоторые нацистские государства строят свое могущество на идеологии своего превосходства, расового превосходства. Одной нации на другой. Это культ, нарцисс — это культ, и все должны быть служителями этого культа. И все, кто не соглашается быть служителем этого культа, должны быть уничтожены. Поэтому нарцисс ведет постоянную войну всех со всеми. Он использует методы кнута и пряника. Кнут — лесть, подмазывание, вот в этом они очень шикарно. Вторая тактика — месть, это кнут. Они мстят, причем мстят, вот вы знаете, нарцисс вам может отомстить, и вы даже как бы не поймете, за что он вам мстит. А он вам просто мстит за то, что вы не признали его превосходством. Просто за то, что вы не признали его превосходством. Нет, не то, что вы его унижали. Нарцисс считает унижением только, что вы его ставите на один уровень с собой и защищаете свои границы. Это для нарцисса уже считается оскорблением и объявлением войны против него. О, это очень интересно, да, и люди этого, кстати, не понимают. И вот вдруг начинает нарцисс из себя строить жертву вот с таком вот злобным оскалом и говорить, что вот меня унизили, меня оскорбили. На самом деле никто его не оскорблял, его просто поставили на его место, что ты такой же, как все, и не надо из себя строить эту самую мисс Вселенную. И, ну, то есть люди выставляют границы, да, он это воспринимает как атаку на себя. Если вы послушаете, вот, например, нарцисса, это он постоянно говорит о том, что кому-то я кому-то мщу, какие-то там какие-то... То есть тот, кто не встраивается в его иерархию, вокруг него, что он в центр, он император, а все в остальные свиты, и если вы не встраиваетесь в эту иерархию, он это считает как оскорбление, и вам нужно за это мстить. И он очень сильно удивляется, когда люди не хотят играть по его правилам. Ну, вот очень типичная ситуация у него была. Он переспал с подружкой какого-то друга, причем он это сделал как бы намеренно. Нарциссы обожают отбивать подружек, друзей у своих же друзей. И потом он считает, что вы должны это воспринимать как должное. Ну, подумаешь, ну, что, вы тоже там за кем-то там что-то там ухаживали. Чем я-то хуже. Но вообще, на самом деле, за вот этим таким поведением, кстати, у Сары это то же самое, она одержима отбиванием мужиков у других, у женатых мужиков. Они уведут у семьи, а потом сделают вид, что как бы ничего не произошло. Поэтому не видитесь. Они это делают, потому что у них не завершенный вот этот дипов конфликт. Да, когда ребенок борется с родителем того же пола, да, мальчик борется с отцом, а девочка борется с матерью за внимание родителя противоположного пола, да. Да, девочка борется за внимание отца, а мальчик борется за внимание матери. Это вот дипов конфликт. У них он не завершил, и он это делает, вот этот дипов конфликт, он пытается разрешить с помощью своих друзей. То есть он начинает отбивать друзей у своих, подружек у своих друзей, да. То есть это вот такая дипов конфликт, пытается он завершить. И показать таким образом свое превосходство. Я имею право, да. Ну плюс тут еще и зависть, и конкурс. Вот они же постоянно конкурируют, да, и доказать, что я от тебя лучше. Ему эта девушка не нужна, поверьте. Ему эта девушка не нужна. Поэтому у меня даже было такое видео, короткое. Как узнать, что вы встречаетесь с нарциссом? Потому что у нарциссов все друзья тоже нарциссы. И как только вы начинаете с ним встречаться, тут же вокруг вас начинается, они вас облепляют, как вот мухи, и начинают вас отбивать. Почему? Потому что они вступают в конкуренцию с ним. Вот, им вы абсолютно неинтересны. Абсолютно неинтересны. Им нужно получить звездочку на погоне о том, что они вас отбили. Поэтому не ведитесь на вот эти все это самое. Относитесь к этому очень с таким юмором. Особенно они любят это делать на работе. Чтобы потом сидеть в курилке, обсуждать, как они вас отымели. Им это интересно. Им неинтересен секс с вами. Им интересно вот это смакование подробностей, общение с вами. Так, я хочу вот о чем поговорить. Мне написала интересный комментарий одна девушка. Я где-то нашла ее комментарий. Смотрите. Я пограничница. Всю жизнь ищу папу. То есть это образ папик. Они ищут папика. Понимаете? Им нужно найти, так же, как и мужчины-нарциссы, они ищут мамика. А женщины-нарциссы ищут папика. Но женщины-нарциссы часто себя называют пограничницами. С какой целью? То есть я буду, ты будешь сидеть, вот как вот у Раскольников, да? Пришел к проститутке вот этой Сони Мармеладовой, кого-то там. Не помню ее фамилию. И он сказал, я вот убил кого-то, пожалей меня. И она вот его жалеет. И вот нарцисс Денис говорит, вот я хочу найти себе такую мамика. Я буду убивать, я буду там грабить, я буду змеять. А ты должна меня жалеть. И даже доходит до того, что вы настолько ему неинтересны, как женщина, что он найдет себе какую-то новую девушку и придет вам рассказывать. И когда вы говорите, как ты смеешь мне рассказывать о том, что ты влюбился, я так влюбился, я так влюбился, влюбился, рассказывает жене, да? А когда жена говорит, как ты смеешь мне вообще говорить о том, что ты влюбился, ты эгоистка, он ей говорит, ты эгоистка, ты не хочешь за меня порадоваться о том, что я влюбился. Причем они живут вместе, да? То есть вы для него мамик, мамка. А у нарциссов они хотят выстраивать такую систему. Должна быть мамка, которая все прощает и с которой никакого секса желать. Ну он, конечно, может там сделать вид, что секс с вами делать, но секса не будет. Мамка, которая будет сопельки вытирать, попку потирать, памперсы менять, жалеть его, а он будет искать прекрасную фею, потому что у него есть же образ прекрасной феи, да? И еще есть третий вариант, когда они уже проецируют реальную мать, да? Которая его будет подавлять. Он будет у нее там. Я буду бегать искать тетенек, а ты должна меня радоваться всем моим победам над моими тетенеками. Вот это называется мамик. Или папик. Но они их еще эксплуатируют. Смотрите как. Мама, значит, у этой девушки, мама нарцисс, так же, как и она, в светлом спектре. Видите, она уже ее отбелила. То есть как только вы начинаете нарцисса, мать, оправдывать и говорить, что она в светлом спектре, вы тут же становитесь такой же, как она. Она пишет, что я сама специально провоцирую конфликт, где кто-то неуважительно ко мне отнесся. То есть не признал мое всемогущество и грандиозность, и превосходство. Или не учитывает мои права и интересы. Ну, у нарциссов обычные права и интересы очень странно имеют понятие, что у них двойные стандарты. То есть у меня больше прав по определению, чем у тебя. У них вот так вот. Я бегу жаловаться мужу, чтобы он пошел и а-та-та всем сделал. То есть она его использует для того, чтобы выстраивать свою иерархию всемогущества. То есть она его использует, как сейчас модно говорить, прокси. Вот сейчас Украину называют все прокси-прокси. Это война с помощью прокси. То есть американцы на самом деле воюют с Россией с помощью прокси. Ну, уже там даже сами американцы их называют прокси. Украину прокси. То есть чужими руками она пытается загребать жар. То есть заставлять таскать каштаны. То есть выстраивать свое всемогущество. Тогда я успокаиваюсь и чувствую себя в безопасности. То есть она выстраивает свою империю нарциссическую с помощью мужа. Вот здесь вот нужно, и тут нужно понять, что здесь идет эксплуатация. Одно дело, у вас реально там какие-то проблемы существуют. Серьезные, да? Ну, вообще, как бы женщина пойдет жаловаться мужу, когда серьезная проблема. А что значит неуважительно ко мне относятся, не учитывают мои права и интересы? Вы знаете, обычно женщина справляется сама с такими вещами. Я так понимаю, что вы какие-то там физические силы применили. Но здесь очень часто идет вот это вот, что делает Меган Маркл. Она пришла в семью принца Гарри, обнаружила, что она не королева в Букингенском дворце. И начала устраивать против всех войну. Причем очень грязными методами. С помощью откровенного вранья, играния в жертву. То есть играла она в жертву. С помощью грязных каких-то сплетен распускала. То есть применяла все нарциссические методы. И заставляла своего мужа, натравливала на своих же сородичей. Там было много примеров того, как она это делала. Но вот это типичное поведение нарцисса. У Хейджи Тьюдера есть более сотни видео, где он подробно разбирает все ее тактики. И как она применяла, как она стравливала, как она чужими руками загребала жар. То есть она выстраивает иерархию. И причем, понимаете, когда нарцисс... Я слушала известного одного специалиста по нарциссизму, практикующий психолог. Это она сказала очень интересную фразу. Иногда нарцисса, когда он играет роль жертвы, жалко больше, чем саму жертву. Потому что он настолько театрально, он настолько экзальтированно играет роль жертвы. Кстати, это есть у нарцисса Дениса. Когда он начинает плакаться, это вот, знаете, он плачет как ребенок. Вот прям как ребенок. Прям такой бедный, несчастный. Он, да, он проецирует на себя все, может быть, в этот момент вспоминает все вот эти детские травмы и начинает реально чуть ли не рыдать. Но когда потом начинаешь слушать, как он уничтожает всех вокруг, какими токсичными методами он это делает, как он постоянно врет, это уже просто вообще у него каждое слово это практически ложь. Да, он очень часто много говорит, у него хорошая рефлексия, да, и он очень высокоинтеллектуальный. То есть он очень умный. И плюс у него очень, сказать так, у него хорошая интуиция. У многих, кстати, нарциссов и пограничниц, кстати, тоже. У них очень хорошая интуиция, как у всех травмированных людей. Но другое дело, понимаете, у них эта интуиция, она смешивается вот с этим, как вам сказать, фантазией. Они иногда не знают, где они в фантазии, в реальности, и поэтому это все портит. Но так у них есть, они сны хорошие видят, можно сказать, даже вещи. Поэтому иногда прислушиваться надо к тому, что они говорят. Но, запомните, нарцисс на то и есть нарцисс. И пограничное расстройство на то и есть пограничное. Почему его считают патологией, почему это считается вялотекущей шизофренией, о том, что они вредят не только окружающим, но самим себе. И живут в мире фантазий. И когда они начинают вот эту компанию очернения других, вот почему-то все как-то ведутся. Вот я вот очень удивляюсь, сколько людей жалели вот эту Меган Маркл, когда она устраивала вот эти плачи Ярославной. Вот она сидит, сидит и плачет, и плачет. Вот почему люди такие жестоки, почему они меня не понимают. А почему мы должны тебя понимать? Ты молодая здоровая баба. Живешь с красивым молодым принцем, в прекрасном доме. У тебя двое здоровых детей. Почему мы должны тебя жалеть? Что я такая бедная несчастая? Почему никто не спрашивает, как мне плохо? В чем тебе плохо? Я понимаю, там как-то еще, может быть, про принцессу Диану жалели, потому что ее муж не любил. Ну, может, тебя любят. Ну, чем не мужик? Ну, да, не первый красавец, но очень интересный мужчина. Нет, она сидит, плачет. И нет, нет, мало того, что она плачет. Она считает, что все ее должны жалеть и рыдать по ней, как по принцессе Диане. Вот она себе выразила принцессу, из себя принцессу Диану. Вот она хочет, что меня все преследуют. Меня папарацци преследуют туда-сюда, Господи. Кому ты нужна? Она сама делает все, чтобы только привлечь внимание этих папарацци. Кстати, это так же, как это делала принцесса Диана. Вот, а потом сидела и об этом же жаловалась. Вот знаете, как вот женщина иногда спровоцирует изнасилование, а потом ходит жалуется, что меня изнасиловали. Ну, так, ну, иногда такое бывает. Такое бывает. Давайте так. Вот. Как-то так. Поэтому, когда вам приходит и начинает плакаться какая-то якобы жертва, вы ее вот спрашиваете, вы должны быть как судья, а какие у вас факты? Скажите, что конкретно? Потому что они, очень часто нарциссы, когда они жалуются и выходят из себя, как бы жертву строят, они не говорят ничего конкретно. Они говорят какие-то обтекаемые фразы. Вот почему вот я говорила про канал АБС, почему эта женщина утверждает, что 30 лет прожила с мужем, нарциссом, ничего не замечала, и она заметила только то, что он нарцисс, когда он только ушел уже. Ушел, причем не вернулся. Какие ее факты? Она не предъявляет никаких фактов. Может быть, она проецирует на него свой нарциссизм? Такое не исключено. Поэтому, когда кто-то вам плачется и говорит, что меня как-то не понимают, да, вот с таким вот, спрашиваете, что конкретно? Не надо вести сразу бой, потому что, я замечала, очень многие начинают их жалеть. Именно тиранов и нарциссов жалеют в первую очередь, а не жертв. потому что это актеры и еще те. Актерия. Продолжение следует...